Спокойтесь, Мила и Марина, две сестры, но друг на друга сёстры вовсе не похожи. Одна кричит, а ну-ка, понали, вот ты, другая. Будь добра, бабулечка, мне тоже. Вот Мила требует капризно. Пап, купи. Марина же папочку обнимет. Можно куклу? Одна сестра не слышит слова «помоги», другая же вежливо сама протянет руку. Не спутать их, одна ворчит. Отдай, отдай. Другая ласкова. Пожалуйста. Спасибо. Одна командует. С темфевки не играй. Другая в дружбе, ну совсем не прихотлива. Сегодня же девочек на праздничный пикник позвали гадно-неждадно мальчик Дима. И вот уж слышен дома чей-то грозный крик. Это как просится на праздник дочка Мила. Меня не трогайте сегодня. Слышишь, мам, не дай уборки мне. Не порти достроения. Я собираюсь на пикник. И всем друзьям я рассказаю, что я иду на день рождения. Ах да, подарок не забудьте мне купить. Марина же кротко говорит. Мамуль, я знаю, сегодня день уборки. Но хочу спросить, мне можно к Диме я прибираться? Успеваю. Я помогу. И постараюсь сделать все. И я подарок куплю. И свои куплю копилки. Ну и вы поняли, кого из двух сестер отец с улыбкой отвез на праздник к Димке. Да, эти девочки родные две сестры. Но вот одной всегда все лучше удается. Ей часто дарит брат без повода цветы. И на все просьбы папа тут же подается. В чем дело? Может, объясните мне, друзья? Вопросик этот беспокоит Милу тоже. Но почему же Маринку хвалит вся семья? И почему же у нее игрушек больше? Ответ простой. За кроткость Боги воздает. Да, и за вежливость во всем благословляет. И за почтение родителей Господь на все Маринкины молитвы отвечает. Аминь.